Гости музея, дом ателье архитектора Фёдора Осиповича Левчака, в ночь кино увидят короткометражный фильм «Возвращение домой». Он был создан по воспоминаниям старшей дочери архитектора Надежды Фёдоровны Левчак. Летом 2020 года внук архитектора Фёдора Левчака, Фёдор Владимирович Рас, передал фонду Музея-заповедника Родина Ленина 8 картин, которые нарисовала его мать, Надежда Фёдоровна Левчак в замужестве Рас. Помимо картин, внук архитектора передал нашему музею ещё и обширные воспоминания Надежды Фёдоровны. И вот на основе этих воспоминаний уже позже, в 2022 году, коллектив нашего музея градостроительства и архитектуры создал фильм. На основе этих воспоминаний в 2022 году коллектив музейного комплекса «Градостроительство и архитектура Симбирско-Ульяновска» снял фильм «Возвращение домой». Он является частью проекта Музея-заповедника Родина Ленина. Непростая история, где с помощью видеосюжетов представлены уникальные архивные материалы о событиях, происходящих в жизни симбирян в моменты тяжелейших испытаний, времён Великой Российской революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Отец был самым любимым человеком. Я любила и мать, но он всё-таки был интереснее. Такая привязанность усугублялась наличием общих с ним интересов и влечений. Но детство прошло под страхом лишиться отца, «Потому что я слышала слова врача о врождённом пороке сердца, при котором каждое инфекционное заболевание может стать для него последним. Возвращаясь из гимназии, боялась войти в дом, не заглянув в окно. Папочка». Из воспоминаний Надежды Левчак мы узнали, что когда в 18-м году Фёдор Осипович уехал из Симбирска в Омск, то есть вместе с беженцами, с белогвардейцами, мы долгое время думали, что там, в Омске, он работал на белогвардейцев, и что он не принимал советскую власть. А позже, из воспоминаний его дочери, мы узнали, что в Омске Фёдор Осипович начал работать вместе с красными. Фёдор Осипович хорошо знал, что его ждёт. Был повальный сыпняк, и врачи предупреждали, что с его сердцем серьёзную инфекцию он не перенесёт. Он болел несколько дней. Предвидя скорую кончину, написал письмо прощальное своей семье. В письмо он вложил справку о работе в Красной Армии. Ему было 42 года. Широкому кругу зрителей фильм будет демонстрироваться впервые 27 августа в Ночь кино. Сеансы в 18.30 и в 20.00. Также зрители смогут полюбоваться картинами Надежды Левчак, которые украшают стены музея. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.